Дорогие мои друзья и подписчики, так вот 5 причин, по которым Теофимо Лопес должен побеждать Василий Ломаченко. Первая причина это в общем-то настрой Лопеса. Ну я помню, как впервые услышал о Лопесе, это было уже давненько, тогда еще Василий Ломаченко только лишь думал переходить в лайтвейт. Главным его соперником в полулегком весе рассматривали Танчика Дэвиса, и Танчик же Дэвис был главным таким хейтером Василия Ломаченко. Только все вот привыкли, что чуть ли не каждый день Танчик чего-то там такое говорил неприятное в адрес Ломаченки. Кстати, Танчик следом за Ломаченкой переехал в легкую весовую категорию. И где-то вот затерялся, дерется хрен пойми с кем, заржавел там конкретно в ангарах, но разговор не о нем. А вот в ту пору появился какой-то латиноамериканец, однофамилец Дженнифер Лопес, и он начал со своим батькой люто хейтить Василия Ломаченко, заявляя, что вот они рано или поздно до него доберутся, и в общем отберут у него пояса и так далее, в общем и тому подобное. Я в ту пору просто-напросто пропустил все это мимо ушей. Ну знаете, как говорится, мало ли в Бразилии Дона Педро. Мало ли в Бразилии Педро и не сосчитаю. Мало ли в Латинской Америке Лопесов каких-то, которые хотят за счет вот трэш-токинга как-то там раскрутиться, подняться. Я долго очень не обращал никакого внимания на Лопеса, просто краем уха я слышал, что он проходит своих соперников, в общем досрочно довольно уверенно их там укладывает в ринг. И все это длилось до тех пор, пока чувак не стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира, и он должен был сразиться против Ричарда Коми. И тогда мы с Василием Ломаченко сделали прогноз на этот бой. Мы сказали, что конечно победит Ричард Коми, причем досрочно. И мы с Василием Анатольевичем обосрались, потому что Теофима Лопес так же не заметил Ричарда Коми в ринге, как он и не замечал до этого всех остальных. И отсюда мы перетекаем к пункту 2. Лопес человек слово, пацан сказал, пацан сделал. Вот он дошел до чемпиона мира, помните он говорил, я стану чемпионом мира, так вот он стал чемпионом мира. Помните он говорил, я выйду в ринг с Ломаченко, так вот через несколько часов он будет в ринге с Василием Ломаченко. И осталось всего-то ничего. Василий, твоя известная цитата. Кто этот Теофима? Сейчас он чемпион мира, ты хочешь драться с ним в объединительном поединке? Да, конечно. Сейчас он чемпион мира. Добро пожаловать в мой клуб. Вторую часть своих обещаний сдержать, ну поколотить Ломаченко, ну это мы еще посмотрим. Ну и третья причина, все-таки для Теофима Лопеса это родная весовая категория. В отличие от Василия Ломаченко, который в общем-то здесь чувствует себя не очень уверенно. И из четырех боев в новой весовой категории, два он прошел всю дистанцию, в одном бою он побывал даже уже в нокдауне впервые в своей карьере. Ну, кролу мы не будем там считать, это вообще ни о чем соперник так себе. Последний, кстати, его соперник, оппозиция еще та. Это ответ тем, кто будет говорить, что ведь Лопес не смог удосрочить на катании. Там была большая разница в антропометрии, вот пожалуйста, Ломаченко не смог пройти Люка Кэмпбелла, там тоже была приличная разница в антропометрии. А для Лопеса легкая весовая категория это не то, чтобы даже родная весовая категория, а слишком маленькая. Он хочет выше переходить. Так что вот вы сами понимаете, если, допустим, есть тут обратная сторона медали, нужно слишком много сгонять веса, то ведь после того, как Лопес станет на весы, надеюсь, сделает вес, он станет интенсивно кушать и пить, и сколько он будет весить уже в ринге. Наверное, не меньше, чем другой латиноамериканец по фамилии Солидо. Помните такого чувака? Помните, чем для Васечки это все закончилось? Ну, то-то же. Ну, и с третьего пункта мы перетекаем плавно в четвертый антропометрия. Да, мы говорили об этом и молодости. Да, Теофимова почти на 10 лет моложе за Василия. А если тут вспомнить травмы Василия Ломаченко, они ему мешали в предыдущих боях. Да, травму можно залечить, но это такая дрянь, что она может проявлять себя в самый неожиданный момент. К тому же Василий Ломаченко уже очень долго в ринге, и просто есть такое понятие, как выработанность, усталость металла. Ну, вот и усталость организмов тоже бывает и физическая, и психологическая. А Теофима Лопес сравнительно молодой, неотчаянный. В общем, нельзя сказать, чтобы он такой уж там был выработанный. Да и бои он проводил довольно-таки нетяжелые и быстро достигал победы, ну, со исключением там на катании. Пятый пункт, это, в общем-то, сила удара. Без сомнений, Лопес бьет сильнее, чем Ломаченко. Ручная скорость, да, приблизительно одинаковая. Инстинкты, он демонстрирует просто какие-то выдающиеся инстинкты, как он подлавливает бойцов в ринге, того же Ричарда Комми, играет на опережение. А мы знаем, что, допустим, тот же Хархе Линарес как-то сыграл на опережение. Чем это закончилось, да Васечка уселся на свою натренированную попу. Ну, правда, он, к его счастью, не был особо потрясен и сумел затащить этот бой. А если он пропустит такой удар от молодого Лопеса, не будет ли это повтором от боя против Ричарда Комми? Кто его знает? В общем, еще вот говорят, хотелось бы уже в конце сказать, что уровень оппозиции Лопеса довольно слабый. Послушайте, чувак просто прошел всех, кто стоял у него на пути. Чувак стал чемпионом мира. И о чем вы вообще говорите? А что, у Василия Ломаченко была такая уж выдающаяся оппозиция. Да, до легкого веса у него только было два действительно крутых соперника. Это Гэри Рассел и Ригондо. Но они были на полглавы ниже за него. И, в общем, он намного превосходил их по антропометрии. А что касается до новой весовой категории, так тут он провел всего только четыре боя. И из выдающихся таких бойцов, ну здесь только Хархе Линарес, разве что. Да, это был очень тяжелый и хороший бой. Но и опять-таки, нокдаун там был, да. Пидразу, ну, я не считаю крутым бойцом. Кролу, может быть? Да, тоже нет. Да и Гэмбелл, в общем-то, нехти какой рубака. Чувак все-таки проигрывал какому-то французскому ноу-нейму по очках. Просто какой-то ноу-нейм, какой-то Мэнди взял и перебоксировал. Гэмбелла, о чем вы, ребята? То есть вы хотите сказать, что у Ломаченко была такая какая-то могучая оппозиция? Окей, тогда просто заткнитесь и не обвиняйте в этом Теофимо Лопеса. Как оно будет на самом деле, мы не знаем, друзья. Мы это узнаем вот уже буквально через несколько часов. Почему же этот бой и вызывает такой огромный интерес. И мы ждем просто вот его с нетерпением, ждем его как мамочку с работы, да? Которая мамочка пришла, молочка принесла. И все точки на Диро ставятся уже потом, уже после этого боя. Кто был прав, кто виноват. То есть я не утверждаю, что эти пять причин, по которым вот обязательно Лопес победит, я просто скажу, что может победить. Да, есть такая вероятность. С его-то настроем, с его-то молодостью, с его-то инстинктами и превосходством памперпометрии в размахе рук. Я думаю, что бой этот выдастся довольно интересным. Ну что ж, друзья, пишите, что вы думаете по этому поводу. Ставьте пальцы вверх, но если вы только не ломодрочер, да? Если ломодрочер, то ставьте вниз. Подписывайтесь все равно, кем бы вы ни были, пускай даже и ломодрочером. Подписывайтесь на канал и до скорых встреч. Всего вам, ребята, самого крутия снова в этой жизни. Вот такая хуйня, вот такая хуйня, вот такая хуйня. Субтитры сделал DimaTorzok